сейчас 12 часов но наверное можно это назвать утром не такая какофония мыслей я вот начал смотреть сейчас утром фильм социальная дилемма я еще так у меня остался осадок вчерашних воспоминаний одного стрима одного разбора некого интервью с одним существом достаточно мягко если мягко выражаться достаточно странной философии жизни но на самом деле если разбирать все гораздо шире и глубже его отношения его взаимодействия с определенными людьми которые делают ужасные нечеловеческие вещи то это очень странно это очень жуткая позиция на самом деле она отвратительна такая позиция ну мне все похуй и типа для меня важнее хайп и деньги и если там я взаимодействую с людьми которые занимаются пытками людей которые занимаются насилием над людьми типа мне похуй они типа они типа вот крутые они такие необычные это но на самом деле жутко плюс и у меня воспоминания вчерашнего моего стрима тем обсуждения отношения социального отношения к алкоголю наркотикам и по прочим некоторым вещам и опять-таки вот возвращаясь к моему началу утреннего просмотра в самом начале этого фильма обсуждаются разные вещи социальных возможностей воздействия и вообще этот мир ну достаточно этот мир людям и нашими взглядами системами ценностей очень достаточно странные вопрос чем больше я живу тем больше у меня появляется вопросов ко многим вещам чем больше я нахожу информации тем вопросов не становится меньше я часто задумываюсь о том что стоит ли какую-то информацию доносить потому что как вот на вчерашнем примере стрима если обсуждать знаете в контексте хорошо плохо правильно неправильно ну получается знаете такая достаточно запутанная ситуация когда ты говоришь о каких-то о каких-то вещах если условно их назвать какими-то вопросами пробуждения просветления не знаю там то мы я попадаю в такую очень не про ну очень как узнать скажем так не очень тактичную ситуацию да когда я обсуждаю какие-то вопросы как с людьми которые разделяют мою точку зрения то мы получаемся такие болванчики да типа там я что-то говорю либо кто-то что-то говорит и мы такие да да чувак мы также это думаем и также считаем да как бы но смысл тогда обсуждать да если мы разделяем точку зрения когда это говоришь эту какую-то какие-то вещи говоришь людям либо обсуждаешь с людьми которые радикально не не разделяют эту точку зрения и не готовы как бы да ну то есть у них нет как бы какого-то даже сомнений да насчет позиции их позиции да то мы попадаем в ситуацию такую достаточно провокационную когда вроде как я начинаю но осуждать что-то поведение это не ну не делает нас ближе это не делает наши отношения лучше это не делает но это не приносит никакой пользы это не приносит никакой пользы это плодит только какой-то какую-то разобщенность вот и вот в этом месте получается такое очень сложно сложное сложное место балансирование да между бездействием и нанесением ущерба да когда ты пытаешься типа за типа за все хорошее топить но как бы это я есть та сила что вечно хочет зла совершенно постоянно совершает благо да но это наоборот как бы тут получается полная противоречия да хорошо вот в этом в этой версии фауста наверно да фауста я не очень интеллектуальный человек когда вроде будучи злым как бы наносишь благо наверно это лучше тут получается обратная история история нанесения добра которая приносит только ну серьезные какие-то трагедии вообще нафига это все говорю короче я чет заебался вот думать об этом обо всем потому что у меня поиск ответов приносит только больше вопросов и я подумал что в какие-то моменты это неважно я подумал о том что сейчас лето оказывается лето я только сегодня понял что блин июнь и я вспомнил что многие ребята находясь в россии в беларуси либо в украине да кто-то из-за вопросов юридических да там каких-то вопросов политических либо финансовых находится у себя дома и но не имеет возможности путешествовать я подумал что можно было бы сегодня про вечером прогуляться прогуляться на побережье те кто давно меня смотрят вы уже видели много раз эти виды но тем не менее можно прогуляться на побережье могу взять эту камеру и просто погулять по берегу иногда заглядывая в телефон отвечая на какие-то ваши вопросы там будет много ограничений конечно же в этом стриме не будет возможности что-то увидеть мне что-то что-то увидеть вам там не будет столько функционала который дает возможности стрима за компом дома но тем не менее можно погулять и если вам это интересно вы пишите об этом я это видос залью щас и наверно в сообществе его нет смысла репостить и в телеграм-канал тоже наверно перебрасывать не буду те кто постоянно как-то следит за какими-то там новостями событиями у меня вы это увидите этот видик и сможете написать слушай да чувак слушай давай погуляем я возьму камеру возьму телефон интернет и мы погуляем вечерком сегодня не знаю часик 8 может где-то у побережья есть прикольные места там где снимал видосы да вот в этой в нейтральной зоне вот но там к сожалению не достает интернет и вот как это часто бывает да в реально очень интересных местах там не очень работать интернет но мы можем погулять там где он работает где-то на окраине города на у кромки воды поэтому чиркните чего вы думаете если желание ну вот такую прогулку сегодня совершить а я надо смотрю этот фильм